Ирина Кривошапкина Ирина Кривошапкина Ирина Кривошапкина Ирина Кривошапкина Наш осенний месячник нацелен на усиление профилактической работы, которая ведется в образовательной организации. Конечно же, каждый месячник у нас по итогам предыдущего месячника составляются свои нормативно-локальные акты. И в этот раз у нас целью месячника является объединение усилий и педагогов, и родителей, в том числе и других специалистов органов систем профилактики именно в оказании психолого-педагогическом сопровождении несовершеннолетних. А вот обучающиеся мы будем говорить только о школьниках или это еще захватывает и детские сады? И обучающиеся в этот месячник это только дети или это и учителя, и воспитатели, и родители? В рамках месячника психологического здоровья у нас охватываются не только обучающиеся, это дети дошкольного возраста, обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. То есть в рамках месячника у нас охватываются все учреждения, это вот дошкольные детские сады, дошкольные образовательные организации, школы, ну и, конечно же, профессиональные образовательные учреждения. Может быть, тогда мы... Помимо этого, ещё и педагоги, и родители. И психологи, наверное, тоже. А психологи, они относятся к педагогическому составу. Может быть, давайте тогда сразу на примере школы 29-й расскажем, как это проходит. Инна, расскажите, какие мероприятия, насколько это востребовано, теми, для кого эти мероприятия проводятся, какие методики. Ну, во всех школах, наверное, проводятся одинаково. И все участники образовательного процесса, это учителя, это ученики, все обучающиеся школы, и также все родители. Они все участвуют в этом месячнике. И обычно это бывает самое напряжённое время, самое интересное время, когда очень насыщенная программа, так скажем. И самая тяжёлая для психологов. И самая тяжёлая для психологов. Но тут надо учесть, что вот последнее время, последние несколько месячников подряд мы привлекаем всех сотрудников, так скажем, да. И в этом году даже мы можем привлечь наш совет старшеклассников. Вот какие-то мероприятия провести. И, то есть, не вся нагрузка накладывается на психологов. Мы её распределили между всеми участниками образовательного процесса нашего. То есть, дети, они как будто бы вам помогают. Да, они могут, да, какие-то мероприятия провести. Вот старшеклассники, например, наши активно работающие, которые, они проводят различные мероприятия. Сами классные руководители, им даются тоже какие-то... Вот, например, на вот этот месячник, который у нас сейчас идёт, мы разработали карты наблюдений, которые раздаём классным руководителям, и они уже их заполняют. То есть, не всё делаем только мы. Обрабатывать будем мы. Диагностику проводим мы. Диагностика там тоже у нас идёт по... Ну, вот в этом месячнике в основном четыре направления там. Как бы так прослеживаются, да? Какие? Это вот буллинг, это... Ну, профилактика терроризма. Профилактика терроризма. Профилактика. Экстремизма. Потом насилие в семье и вообще, да. И последнее, это ПАФ. Психоактивные вещества какие-то. Вот по вот этим четырём направлениям в основном. Но помимо этого, ещё и как в предыдущей месячнике, там у нас идёт и работа с группами риска различными, да, детьми. А кто туда входит, группа риска? Туда входит очень много категорий, так скажем. Это и те, которые у нас, в первую очередь, кто состоит на учётах. КДН, ПДН, внутрешкольный учёт. Вот с этими детьми работа проводится, ну, так, особенная, так скажем, да. Потом дети, например, опекунские, это вот тоже. Дети, которые из семей, состоящих в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации находятся. Это тоже относится всё к группе риска. Потом также туда относятся дети, одарённые дети. Они тоже к группе риска могут относиться, потому как эти дети, они немножко, так скажем, некоммуникативные, да. Потом есть дети, вот в последнее время это дети, в чьих семьях есть мобилизованные. Они тоже, и, наверное... А вот внутришкольный учёт, это дети, которые нарушают на уроках дисциплину? Ну да, которые, так скажем, не периодически, но бывает попадают за нарушения, за какие-то... В школе, да, внутришкольный учёт, да. И также сюда ещё относятся дети, у которых повышенная тревожность. Они тоже бывают в группе риска, относятся к ней. И вот на них направлена работа в основном. А как Вы определяете, что у ребёнка повышенная тревожность? Это прямо в течение года какие-то тоже тестирования проводятся? Или это очень незаметно для учителей? Ну, это, скорее всего, и для учителей заметно, но диагностика. В первую очередь, конечно, диагностика выявляет таких детей и показывает, насколько у них уровень тревожности высокий. Кто-то может справиться со стрессом, кто-то нет. И вот диагностики специальные такие, да. Полина, может быть, мы какие-то примеры приведём? Потому что вот всё вроде бы так очень хорошо звучит, да, но не очень понятно, как это проходит. Вот, допустим, профилактика буллинга, да, профилактика терроризма, насилие, профилактика. Какие конкретно методы могут помочь детям, я не знаю, уберечься от этого, да, от всего? И могут ли они помочь? Потому что всё-таки ребёнок, например, если он подвергается насилию в семье, всё-таки он там зависимый. И как ему реагировать, как это распознать? Вот, может быть, какие-то есть примеры? И конкретно, вот, ну, я не знаю, начался месячник, да, вы приходите, например, в школу, или как это происходит? Садятся дети, там, как обычно, там, классный час это проводится. Или это остаются они после уроков, и это какая-то игра? Вот, что это такое? Вообще, месячник, да, он направлен на усиление той профилактической деятельности, которая ведётся в образовательных учреждениях в целом. То есть в рамках этого месячника у нас идёт большее, ну, уделяется большее внимание именно тем детям, которые имеют какие-то проблемы. Вот, например, взять по профилактике жестокого обращения, да, и буллинга. Буллинг является формой жестокого обращения, и, по-другому сказать, это травля. Ну, в рамках и месячника, например, тоже, и вообще в целом, в течение учебного воспитательного процесса вся работа по профилактике жестокого, по предупреждению жестокого обращения ведётся в учреждениях системы образования именно, ну, начиная даже, так сказать, с администрации. То есть администрация ведёт свою политику, разрабатывается тоже свой план работы по профилактике жестокого обращения. Это и программа с планом на этот учебный год, например, да. А какая вот программа? Вот что? Вот, например, есть школа, да, мы же не будем называть конкретно номер школы, мы не будем называть фамилии, там, имена учеников, директора и так далее. Вот, например, есть школа, в которой, например, в прошлом году или в этом году произошла такая ситуация. Подростки, их группа, да, травили, например, одного из своих одноклассников или ребёнка из параллельного класса, или, может быть, это были старшее звено, да, а он был в младшем или среднем звене. Например, такая ситуация произошла, она уже случилась. И дальше, вот, например, что во время месячника психологического здоровья вы этих детей берёте и начинаете с ними работать? Или как это происходит? Ну, с теми детьми, которые уже были, подверглись буллингу, скажем так, да. И которые его совершили. И буллеры, это агрессоры, да, обидчики. С ними сразу начинается вести работа. Не только классным руководителям, но и педагогам-психологам, социальным педагогам. Тут привлекаются... А какая работа, вот что? Вот есть дети, которые ребёнка затравили, да? И классным руководителям, да. Вначале, например, ну, и выясняется, как это произошло, почему произошло, да. Тут нужно учитывать ещё и индивидуальные особенности ребёнка. Может быть, это был ребёнок, если это, например, в коррекционной школе, да, то есть, ну, или же и возрастные особенности тоже учитываются. И в зависимости от этого уже ведётся дальше работа. Ну, конечно же, разрабатывается свой план работы, индивидуальный план работы. А вот расскажите, как правильно, вот потому что на слуху там и есть вот эти истории, да? А как правильно реагировать родителям, родителям этих детей и этого ребёнка? И в ИПР, это индивидуальный план работы, да, в профилактической работы и развивающей. Там мы туда включаем работу не только с буллером, но если это ИПР на буллеры, например. Если взять ИПР на жертву... ИПР, это индивидуальный план работы, скажем так. Если это работа с жертвой, то обязательно с ним адресная работа в виде индивидуальных консультаций, в виде каких-то индивидуальных видов работ с использованием различных психологических техник и методик, технологий, да? Это может быть и если психолог использует те же метафорические ассоциативные карты, например, с ними. Рисуночная, например, терапия, может быть, это песочная терапия, игровая и так далее, да? То есть всё зависит от того, насколько психолог сам умеет использовать, владеет этими методиками, да, ну и от оснащения, конечно же, тоже. Помимо этого ведётся работа с его родителями или законными представителями по оказанию психологической помощи именно в семье. То есть даются рекомендации, да, как вот с ним работать, как его поддерживать психологически, поддержать, оказать помощь. Помимо этого, конечно же, этот ребёнок будет потом постепенно вводиться в групповую работу. В групповой работе это те же тренинги, например, на развитие коммуникативных качеств каких-то, и игровая... Коммуникативные, на коммуникативные качества, да, на умение общаться и так далее, на сплочение коллектива. Работу ведёт классный руководитель, также социальный педагог и психолог. То есть если классный руководитель может проводить различные игры, другие какие-то мероприятия в виде классного часа, там, вне классных мероприятий, на сплочение детского коллектива, класса, то психолог, например, ведёт более углубленную психологическую работу. А вы хотели что-то добавить? Я хотела чуть-чуть добавить, да. Вот в таких случаях, конечно, более эффективная работа идёт, когда групповая, когда с классом работают. А как это происходит? И можно работать параллельно уже сразу, да, и с агрессором, и с вот человеком, над которым... А как это происходит? Вот группа, и вы собираете весь класс? Весь класс. Обычно это весь класс, там можно и игровые какие-то методики использовать. Вот, например, сидит этот ребёнок, на котором насилие, да, и сидит вот эта группа детей, которые тираны. Вот как сидит этот класс? Ну, они обычно друг от друга так раздельно сильно не садятся. Это поначалу? Это поначалу происходит. Потом, когда вот уже после первой беседы даже, они вот во многих таких вот ситуациях дети даже сами не осознают, что они делают. Вот. И когда они вот проводят какую-то, ну, может быть, это ватсап, может быть, это вот воочию, да, какая-то травля идёт. Вот вы, например, описали, а я, например, жертва, да. Как это? Вот что вы делаете? Что происходит? Какая игровая форма? Как вы сказали, в самом начале, да, но мы не можем их сразу посадить и начать с ними играть. Это уже постепенно. Вот я про это и хочу спросить, узнать, да. Это постепенно. В начале вот мы, например, с жертвой, да, работаем над повышением уровня самооценки, на повышение уверенности, допустим. То есть причина находится, с самого начала причина, да, почему-то человек попал в эту историю, почему эти с той стороны, у этой с этой стороны. Факторами могут быть, очень много факторов может быть, да, это и внешние данные жертвы, допустим, да, пухлость, например, излишний вес, косоглазие, там, рыжий цвет волос, и какие-то, может быть, языковой барьер, там, застенчивость и так далее. Все дети, вот они такие, но кто-то один попадает в эту категорию, там есть ещё другие, например, там, пухлые, с другим цветом волос и так далее. Да, это могут быть дети из социально опасной, из семьи, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации, ну, например, малообеспеченные. Те, которые не могут за себя постоять. Да, или те дети, у которых нет, например, ну, отцов там, допустим, да, то есть действительно те дети, из-за которых тоже не могут постоять. Даже дети-сироты тоже могут быть, да, поэтому здесь мы, вся вот эта вот работа в виде месячника, ну, и другой, других проектов ведётся для устранения вот таких вот подобных случаев в виде буллинга. Почему я так подробно хотела спросить? Потому что на слуху нередко вот такие вот ситуации в новостях мы узнаём из новостей, когда вот происходит травля ребёнка, да, либо там ребёнок, например, может возвращаться домой, группа на него, подростков может напасть. И непонятно, что с этим делать. Вот родители, они не знают, как быть на самом деле. Идти сразу же разбираться к родителям этих детей, идти в школу, потом не каждый ребёнок это скажет, да, не каждый расскажет, придёт сразу. Кто-то будет молча это всё переживать и проживать, и задача взрослых это ведь увидеть и распознать. Да, и поэтому вот мы всегда, не только в рамках месячника, вообще в целом в течение учебного процесса мы проводим, часто проводим с педагогами, с родителями различные семинары, лектории всего обучения, другие мероприятия по профилактике жестокого прощения. И тут мы обучаем, по каким признакам мы можем определить, что ребёнок попал в какую-то трудную такую ситуацию, в виде, например, стал жертвой насилия или же стал жертвой буллинга, допустим. Ну и алгоритм действий какой-то тоже есть, если ваш ребёнок попал вот под такую травлю, есть разработанный алгоритм для педагогов, для психологов, для родителей, по которому мы строго действовать должны. Алгоритм действий был разработан Министерством образования и науки Республики Сахай-Якутия, был утверждён 11 марта 2022 года. А что там в этом алгоритме? Там конкретно указывается, кто что должен делать в таких ситуациях. Родители что должны делать? Сразу идти, заявлять на этого ребёнка, на детей? Ну, нужно, конечно же, в первую очередь побеседовать с ребёнком, выяснить, как это, что произошло, а потом уже к классному руководителю. И обращаются первая инстанция школы. Они обращаются в школу, классному руководителю. Не к родителям тех детей, а конкретно в школу? Нет, на родителей уже выходит школа. А школа уже, если при необходимости, выходит на уже... Обязательно выходит. ...полицию, да, там на ПДН? Ну, да. Если не могут решить в своей внутриобразовательного учреждения, то тогда уже заявляют родители сами в полицию, например. Ну, или же звонок идёт с образовательного учреждения в ПДН, когда... У каждой школы же есть свой инспектор по делам несовершеннолетних. Да. Мы можем его приглашать, допустим, на совет профилактики, где это будет обсуждаться. И он уже помощник, как... Вот, регулирует этот конфликт. Просто я подумала, если бы, допустим, чтобы предотвратить эти случаи, да, если, например, ещё ничего не произошло, но проводить среди детей, да, вот такую информационную работу, что если вдруг вот такая ситуация возникает, то это однозначно сразу же будут выявляться, да, вот виновники. Причины. Да, те, кто тираны дети, да, что вас ждёт вот это, вот это, вот это, вот это. То есть обрисовать, ну, где-то, может быть, грубо говоря, запугать, да, что вот так нельзя себя вести. То есть если какой-то конфликт, значит, ну, есть другие пути его решения. Как раз во втором блоке я предлагаю поговорить о том, как вот профилактика, да, стрессоустойчивости, какая правильная реакция на критику, чтобы не доводить до какого-то конфликта, да, очень такого масштабного. Ну, опять же, профилактика насилия подробнее. Во втором блоке мы поговорим с нашими гостями, я думаю, для слушателей и зрителей это будет очень полезная беседа, полезная история. И вы сами, вы сами в этот месячник психологического здоровья, как вы сами не выгораете, может быть, какие-то секреты вы поделитесь профессиональные свои. Дорогие слушатели и зрители, не переключайтесь, мы очень скоро вернёмся и продолжим говорить вместе с Полиной Кривошапкиной и Инной Соколовой о том, как помогать себе быть психологически здоровыми. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир, говорим мы сегодня про месячник психологического здоровья, обучающихся в республике Сахай-Якотия, который стартовал на этой неделе и набирает обороты. И в этот месяц психологи, преподаватели, родители должны как-то объединиться, поправить своё психологическое здоровье или вспомнить о том, каким оно должно быть. И, конечно же, объединиться для того, чтобы помочь детям, помочь детям быть стрессоустойчивыми, помочь им выходить из каких-то сложных конфликтных ситуаций путём, наверное, договорённости. В первом блоке мы говорили о таком проявлении, как буллинг, о том, почему одни дети становятся жертвами, другие дети становятся тиранами, и всё-таки, конечно же, причина в их семье. Тогда, может быть, есть смысл, когда усиление этой работы психологов, месячник психологического здоровья, работать всё-таки больше с родителями, а не с детьми? Если взять, например, месячник, здесь, конечно же, работа ведётся не только с обучающимися, это с детьми и подростками, то есть воспитанниками детских садов, школьниками и студентами профессиональных образовательных организаций. Но и в первую очередь мы ведём работу с родителями для предупреждения того отклоняющегося поведения детей, которые проявляются, например, в обществе в виде того же, скажем так, скулшитинга. Скулшитинг — это нападение на школу с оружием, на профилактику буллинга, травли, то есть по-другому сказать, на профилактике других видов жестокого обращения. Если мы работаем с родителями, то усиление работы в детском саду, например, большее внимание уделяется именно взрослым. Это и педагогам, и родителям. Ну и, естественно, в школе тоже такая же работа ведётся с родителями и законными представителями. Дело в том, что именно взрослые создают им ту психологическую безопасность, психологически такую безопасную среду. Или наоборот опасную. Климат, да, или наоборот опасную, климат для гармоничного развития ребёнка, чтобы он рос не законопослушным, скажем так, ребёнком, человеком, да, без проявления каких-то, какой-то агрессии, там, других видов отрицательных качеств, скажем так. Может быть, проблема в том, что не дают родители возможности проявить эту агрессию в семье, то есть ребёнок там забит, он подавлен, он не может сказать, например, слова «нет», да, он не может сказать о том, что он злится, о том, что он сейчас чувствует какие-то негативные чувства в отношении какой-то ситуации, или даже по отношению к родителям. И там на это табу, а куда ему весь этот потенциал, весь этот ресурс негативной энергии девать, он, конечно, её относит к тем, и, опять же, пример, да, тем, кого он может подавлять в свою очередь. Поэтому, конечно, с родителями, наверное, это самая основная, да, основная прослойка, основная прослойка, с кем нужно работать, да. Инна, вы хотели сказать, как раз как в вашей школе, да. Да, у нас очень хорошо работает совет отцов, вот, например, да, совсем недавно у нас прошли такое мероприятие, как спортивные соревнования «Отец и сын – лучшие друзья». Там участвовали с первого по шестой класс, и лучшие команды были награждены, и те же грамоты. И вот папа с сыном, они вместе, вдвоём, и вот такой чувствуется прям тандем. И другие дети, глядя на вот такие отношения, взаимоотношения с родителями, они тоже к этому тянутся, они тоже хотят быть, ну, в таких хороших отношениях со своими родителями. А не у всех же родителей, которые поддержат. Не у всех. И действительно, не у всех. Поэтому вот как раз в месячник там вся работа направлена именно на профилактику, где мы родителей приглашаем, с родителями общаемся. Многие родители не задумываются о том, какие они родители, и как они себя вообще ведут с детьми. Если, допустим, у него авторитарный стиль общения, он даже не слушает своего ребёнка. И поэтому вот когда проводятся такие, ну, так скажем, лекции, да, для начала, это и также родительский всеобуч. Сейчас вот благодаря интернету, благодаря WhatsApp мы можем отправлять в родительские группы какие-то видеоролики. И таким образом мы многим людям, многим родителям показываем, как надо вообще общаться со своими детьми. И вот на такие мероприятия приходят. Когда родитель пришёл, ну, мы видим, что он недостаточно, как бы так, уделяет внимание своему ребёнку, где мы знаем, что есть проблема. А мы до этого, например, провели какую-то диагностику, мы выявили, что у них там детско-родительские отношения недостаточно хороши. Поэтому мы этого родителя, мы уже сами настроились, как с ним пообщаться, как с ним поработать. И приглашаем на какие-то мероприятия уже, которые, ну, запланированные уже, да, где будут как раз прорабатываться вот эти детско-родительские отношения. Как общаться с ребёнком, чтобы не давить на него. Как даже такое элементарное что-то, да, добиться от ребёнка, чтобы он, ну, выполнял твои какие-то требования, как родителя. Добиться такое слово тяжёлое. Добиться тяжёлое слово, да, но ты, когда общаешься со своим ребёнком, ты сам выбираешь, какие методы ты используешь, какие слова ты используешь. А как, вот, расскажите, вы же с детьми очень много общаетесь, да, и как лучше-то с ребёнком? Кто-то говорит на равных, например, кто-то наоборот говорит, что лучше там ставить условия, ему вот прям говорить, что делать, то есть пока он маленький, да, он должен слушаться. Как лучше? Дети у нас тоже разные. И одни слушаются беспрекословно, например, своих родителей, а другие начинают показывать своё «я». И это зависит уже от возраста, конечно. Если родители не могут справиться, как бы не могут свою точку зрения ребёнку навязать, так скажем, да, или его убедить в этом, значит, надо переходить на какие-то такие конструктивные решения, ну, вот, как вы сказали, да, общаться с ним на равных. Мы, как взрослые, не всегда детей воспринимаем вот тоже по возрасту, как взрослых. Мы можем с ними общаться, как с маленькими. И при этом дети, они наоборот дают отрицательную какую-то эмоцию. Им хочется, чтобы с ними общались на равных, как со взрослыми. При этом взрослый родитель, он должен какие-то аргументы свои дать, говорить, вернее, да, для того, чтобы ребёнок мог ему поверить, во-первых, да, во-вторых, он убедиться должен ребёнок в том, что он в безопасности, и что родители ему не желают ничего плохого. Тогда вы добьётесь как раз вот, добьётесь опять, да, того, что ребёнок будет вас слушать. И он будет прислушиваться к вашим словам. И вот эти вот отношения у них всё-таки, они будут на более таком высоком уровне. Потому что, наверное, это очень важно, вот вы про доверие говорите, да, чтобы ребёнок верил родителю. Как раз в такой ситуации, когда ситуация буллинга, да, это первый человек, которому ребёнок хорошо будет, да, чтобы он мог именно из-за того, что он ему доверяет, прийти и рассказать маме или папе, или двоим родителям о том, что случилось, что над ним не посмеются, ему не скажут, там, ты слабак, да, или ещё что-то, как-то его не загнобят, а наоборот встанут на его сторону и начнут его поддерживать. Вообще тема буллинга, мне кажется, она такая достаточно популярная, да, в кавычках, к сожалению. И для меня она очень заряжённая. Возможно, поэтому вот первый блок как-то, да... Всё время об этом. Да, я говорила об этом, да, и очень эмоционально, да, потому что я сама с ней столкнулась в свои школьные годы. Я хочу сказать, что это тянется практически вот, да, очень долго, может тянуться всю жизнь, вот эта вот травма, которая, если её не прорабатывать... Если её не проработали туда. Да, поэтому, ну, видимо, я не проработала до конца, потому что раз меня до сих пор это трагерит, да, и до сих пор вызывают какие-то мои эмоции. Я к тому, что, конечно, хорошо бы это предотвратить, то есть где-то на корню, чтобы этого не случалось, не происходило, да, но вряд ли это возможно, с учётом того, что детям присуща и жестокость, и семьи у нас, к сожалению, не идеальные, да. И, наверное, ещё такая же тема тоже, да, сложная, тяжёлая, это тема терроризма. Мы тоже знаем, что такие случаи есть, бывают, как раз вот в вашей школе тоже проводится профилактика, да, в эти дни. Да, и у нас так совпало, что наша администрация, они договорились и с Росгвардией, и с полицией, и вот как раз в рамках Месячника у нас прошли учения. Учения по антитеррору. Детям сказали, как нужно себя вести, причём это были дети с первого класса по одиннадцатый. Мы думали, что они сначала нас испугаются, когда услышат вот тревогу, например, да, и по легенде у нас ходил террорист с оружием по школе. И вот все дети очень даже быстро, оперативно сделали всё, что от них требуется. Как только подали сигнал, они сразу у нас все спрятались, не было паники, не было, потом никаких слёз, ничего не было, и дети не испугались. Они были уже готовы к тому, что вот сейчас, что они должны делать. Забаррикадировали все двери, выключили телефоны, на беззвучный режим поставили, все спрятались, чтобы у нас там сейчас двери со стёклами, поэтому им нужно было найти место в кабинете, где их не будет видно, чтобы тот, кто человек подошёл к двери, чтобы их не видел. И они все спрятались, тихонечко, вообще такая была тишина в школе, как никогда, наверное, и сидели, ждали. И вот после этого, когда они уже, ну, мы спрашивали, как у них самочувствие, как что, они все были очень даже так это спокойно настроены на то, что в такой ситуации мы знаем, что делать. То есть как бы вот именно в рамках профилактики, я думаю, что это вообще очень действенное было вчера у нас событие в школе. Да, это очень хорошо, но просто это же невозможно. Тут, конечно, предупредили. А так может там не так случиться, как вот, как непостановочно. Хотя бы они знали порядок действий. А скажите про порядок действий. Ну вот первое. Первое, сразу они закрывают дверь на ключ. Ключ должен быть, ну, всё время есть, да. Второе, нужно забаррикадировать дверь ещё, помимо того, что на ключ закрылись. Это пока там самые сильные мальчики делают вот это с учителем. Остальные прячутся уже так, чтобы их не было видно. Прячутся за партой, да? Да, куда-нибудь, ну, в уголочек, например, в кабинете. Или под партой можно. И при этом отключают телефон и сидят тихо. А звонить не нужно никому, там, другим родителям в этот момент или нет? Если начнут звонить родителям, тогда в такой ситуации может возникнуть такое, что паника у родителей возникнет. Что сейчас в школе непонятно, что происходит. И если нужно, то это сообщают учителя. Дети отключают телефон, на беззвучку ставят, чтобы никакой шум не привлёк того человека, который вот по ту сторону находится. Но сейчас, благо, есть общие чаты, да, где родители с учителями общаются, можно быстро, мобильно донести какую-то информацию. И вот наши детки были очень спокойно, организованы и сидели, ждали, когда всё это закончится. Вообще, хочу сказать, что во время месячника, месячник вообще направлен на профилактику, то есть это первичная такая вот работа профилактическая ведётся на позитивное воспитание, на позитивное восприятие каких-то вот моментов. Ну и, естественно, на развитие тех важных качеств, которые необходимы для человека в жизни. Как это позитивное на всё вообще и на терроризм? Нет, нет, я имею в виду позитивное воспитание со стороны родителей. То есть они должны не только кнутом воспитывать, но и пряником. Уметь договариваться, да, уметь разговаривать с ребёнком, уметь как-то учитывать его мнение, личность, уважать его личность ребёнка и так далее. И сам месячник, он направлен на то, чтобы позитивно всё воспринимать. Да. На вот те же коммуникативные качества. Значит, это должно быть хорошее общение. На дружбу. Когда они обзывают, когда не унижают никого, а вот показывают какие-то свои достоинства. Показывают, например, хобби своё, чем я увлекаюсь. О себе больше рассказывают дети. И если вот в классе, допустим, есть такие, которые, ну, молчуны, так скажем, да, тихонечко сидят, и вот в такие профилактические мероприятия им тоже даётся слово, и они волей-неволей, они будут о себе рассказывать. И в классе вот благодаря таким вот мероприятиям дети узнают друг друга. Больше узнают, и уже отношение совсем другое. Так же, как и вот родители видят, они, дети видят родителей других, тоже уже отношения другие у них становятся. И на порядок выше, так скажем. И когда они между собой общаются, и вот уже зная друг друга, это уже идёт и доброе общение, толерантное общение. И уже не возникает мысли там обсмеять этого человека или обозвать его как-то. Поэтому вот профилактические мероприятия в месячник именно на это направлены. Тогда можно сказать, что месячник психологического здоровья – это то время, когда учёба как будто немножко отодвигается на дальний план, а на передний план выходит именно коммуникация, именно возможность рассказать о себе, как о человеке, о увлечениях, и как можно больше найти там приятелей, друзей. Нет, это параллельно идёт. А родителям как-то вот тоже можно подружиться. Учебный процесс не отодвигается назад. Учебный процесс не отодвигается. Жаль. Воспитательная работа усиливается просто, да, и всё на позитиве должно быть. Если, например, у нас классный час ведётся, он не должен говорить о том, что… Ну, даже в названии, да, мы не говорим о том, что там… Ну, какое-то негативное слово. У нас, наоборот, это всё положительные какие-то, светлые, да. Та же дружба, например. Необычные формы используются. Да, необычные. Та же дружба, например, ну и так далее. То есть жизнь прекрасна. Об этом мы и говорим. И не только говорим, а показываем на примерах, прорабатываем практически и с родителями, и с педагогами, и с детьми в том числе. А сами вы после такой тяжёлой поры как восстанавливаетесь, и как не выгораете в это непростое время? Мы, как мы в прошлый раз тоже говорили, у нас есть среди психологов, да, они тоже проводят у себя в образовательной организации тренинги, различные упражнения на снятие напряжения, психоэмоционального напряжения, на снятие каких-то… Что-нибудь любименькое, может быть, расскажете для наших слушателей и зрителей? И помимо этого у нас, вот у нас есть республиканский проект «Работа в радость», да, который мы тоже вот реализовываем уже на протяжении этого учебного года, прошлого, вернее, учебного года начали. Ну, что сказать? Давайте вы, Ирина Ильевна, про нас на проработку. Ага. Ну, и чуть-чуть совсем расскажу, как мы работаем с педагогами нашими. Не для себя вот лично, да, а для педагогов. Очень коротко, да. Потому что о себе как-то мы немножко забываем. И, как правило, наши педагоги, они очень любят становиться детьми. И вот когда у них идёт уже перезагрузка, так скажем, да, надо с ними тоже поиграть. Обычно в какие-то подвижные игры. Или можно с ними дать какие-то упражнения, но только чтобы они не были сложные и не были какие-то длительные. Это пятиминутные игры, пятиминутные там какие-то рисунки сделать, а потом им рассказать сразу, что это означает, и зачем, и почему они нарисовали вот тот или иной предмет, с каким они себя ассоциируют, например, да. Вот такие маленькие игры, они их очень хорошо... Упражнения. Упражнения, да. Они их очень хорошо в себя, в чувства приводят. И дети, и родители, и педагоги используют их в течение вообще всей... К сожалению, правда, это очень редко получается сделать на весь коллектив. Когда приходят там 2-3 человека, это проще сделать. У нас, допустим, ко мне на консультацию приходят, или за помощью обращаются учителя, которые у них наступает такой период. Даже иногда очень хорошо помогает просто беседа, просто послушать их. Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Я благодарю вас, Полина и Инна, за сегодняшнюю встречу, за сегодняшнюю информацию, которая наверняка поможет нашим слушателям и зрителям. Мне точно да. И чтобы было всё хорошо и психологически быть здоровым, почаще отпускайте своего внутреннего ребёнка. И если что, сами можете с ним поиграть. Спасибо за внимание. Всем хорошего вечера.